так что у нас тут растет после дождей то проливных лучок растет молоденький хорошенький опять он мелкая трава пошла но у нас такая вот погода климат такой земля такая песчаная так вот так вот у нас лучок растет здесь у нас что огурцы вылезли хорошо вылезли он как нормально вылезли огурчики будут расти до осени до сентября вырастут молоденькие ничего их не повалил никто вроде держится и вот уже завязи вот вроде ничего нормальненько то я переживала у нас же сильный ветер был вот сорта здесь разные я уже не помню там у меня надо будет посмотреть показывала какие садила видео надо посмотреть ну хорошенькие мы их подокучили до дождя вроде держатся не завалились так томаты здесь у меня низкорослые я высокорослые не беру томаты поэтому вот они все вот сколько здесь много их завязи это вот сорт ну вот не помню вот у меня тут несколько их кустиков они все разные сорта такие хорошие потом конечно как созреет обязательно вам покажу вот они томатики это вот наверно желтенький какой-то это наверно засолочный сорт томатов я брала вот потихоньку наливается вот они здесь тоже стоят хорошо смотрите как маленький да а вон какой это наверно черрики у меня я желтеньких немножко сбрала села это черрики такие низкорослые на низкорослые черрики для закатки брала а так остальные томаты стоят стоят томатики вон какие какие тоже подокучены все все подокучены все заливаются здесь даже есть большие тут немножко наверно ветер повалял их да а вот они вот смотрите какие уже какие большие какие дождем надо подвязать некоторые немножко повалял ветер но ничего не будет ничего им не будет так я хотела посмотреть томаты вот они у меня которые априкосовые или персиковые я покупала помните я вам показывала они отличаются они голубые вот они эти томаты раз два три четыре их пять кустиков сейчас я вам покажу покажу персиковые томаты это они должны сапушкой быть вот я уже вижу друзья сейчас я вам покажу разверну камеру смотрите вот они 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 сапушкой вправду присмотритесь видите вот то есть меня продавец как говорил что они как персики сапушкой вот такие томаты скажите кто нибудь из вас выращивал такой сорт томатов персиковый сапушкой напишите мне обязательно в комментариях вот они видите я думаю что вам видно телефон передает прям такая вот как опушка у них ну вот висят так что вот друзья напишите в комментариях как они по вкусовым качеством хорошие вкусные они по цвету отличаются они голубые кусты голубые видите вот так как бы мне удобно вам показать вот видите они отличаются от тех томатов вот обычный кустик томата зелененький и вот они вот голубенькие кусты голубые все такие листочки опушенные то есть не такие обычные как вот допустим вот этот да кустик этот ярко насыщенный а эти они как в тумане все как в изморозе даже наверное скорее всего сказать правильно как будто изморозь у них и томаты такие же зелененькие тоже вот такие так что вот мои хорошие такие вот у меня томатики первый раз посадила буду пробовать показывать вам ножка я посадила совсем немножко ну вроде она не четок ну конечно ее поедают периодически надо опрыскивать мне ее вот ну вроде так завязывается начинает завязываться ну вырастет вырастет нет так нет я ее попозже обрызгаю ее немножко у меня совсем вот совсем немножко у меня ее вот пусто у меня вьюга и садовая как-то еще сорт какой-то вьюга и какую я еще брала уже не помню забыла ну вьюга точно или садовая голова что-то такое так ладно вот перчик мой что с перцем у нас а перец что-то у меня не очень какой-то уже должен а нет вон есть это мой перец кубышка семена свои собирала кто-то мне говорил что он у меня не вырастет потому что семена там эвки какие-то что якобы не получится нет друзья мои завязывается вот пожалуйста я специально сделала эксперимент думаю попробую вырастить свои семена здесь у меня красный и желтый но не весь там дальше сортовой перец есть вот ну пока ничего вроде растет вон так вон там побольше кустики здесь побольше кустики здесь и острый есть перчик так это вот сладкий перец большой куш вот у меня стаканчики специально лежат здесь здесь ну пока а нет вот есть с этой стороны сейчас я вам покажу вот он так где вот видите только наливается вот так что друзья я думаю что вырастет все у меня здесь тоже перчик у меня так здесь у меня перчик какой и сейчас я вам покажу так это у меня оранжевый бочонок вот оранжевый бочонок вот здесь тоже там что то есть такое ну я думаю вырастет конечно же вырастет куда он денег так ну и что вот она наша смородина так вот она черный бумер и да вот это вот небольшой кустик черный бумер видите какая она крупная вот она какая крупная вон дымка пришла ко мне очень сладкая друзья но она очень сладкая на кусту ее очень много вон она кустик небольшой но она очень урожайная хочу я вам сказать урожайная это уже ее кто-то съел муравей или кто но уже все надо собирать сейчас будет срочно посмотрите какая она крупная друзья она правда крупная кто-то уже ее поел надо срочно срочно собирать вот вот она какая сейчас другую вам покажу так ну это куст побольше это сорт багира она тоже крупная такая смотрите но она немножко с кислинкой но тоже крупная так как бы мне вам показать нехороший ох 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 так вот она вот она она правда тоже очень крупная но и присутствует кислинка вся она вон там видите вся и аккуратненько и аккуратненько чтобы ее не осипать сейчас буду собирать вся вот она вот она там хорошая такая тоже вкусная это у меня здесь пареечка пареечка у меня чем-то болеет надо ее будет вот она тоже созрела пареечку надо будет полечить чем-то она у меня заболела наверное перегноя много сорнули ей осенью но она тоже есть конечно соберем вот надо будет подлечить листочки листочки ржавчины или чем в общем заболела много бухнули перегноя наверное так крыжовник наш от дождя тоже весь уже попортился смотрите какой большой о какой здоровый поняли у меня их два кустика всего лишь два кустика они маленькие такие низкорослые колючий крыжовник кто-то у меня спрашивал нет он колючий но у него очень вкусные ягоды они вкус как вот как арбузные такие они на вид зеленые они не краснеют они вот немножко вот так вот только чуть-чуть совсем их надо уже собирать мои хорошие потому что вон видите уже опало сколько вот он дождя боится этот крыжовник листочки вон сильный ливень был вон листочки видите как вон ну ой все попадает сейчас я попробую ммм вкусный какой и здесь он смотрите какой большой громадный крыжовник как бы мне вам его показать чтобы вы посмотрели поверили реально что он здоровый крупный вон какой смотрите какой большой крупный крыжовник очень вкусный ну он громадный смотрите какая крупная ягода обалденная просто вон какая крупная видите вкусняшка крупная такая вот два куста у меня здесь тоже вон как весь усыпан вон как какой крупный классный вот так хочу вам показать огурчики в теплице свои ой у меня уже не созрели вот они мои огурчики в теплице это зазули огурцы вот здесь они у меня постоянно растут вот так вот плетутся вот листва конечно у них шикарная наверное надо будет обрывать я думаю огурчики тоже он есть завязываются в году здесь томаты садила и в этом году томаты не сажу здесь и больше садить не буду у меня теплица маленькая вот они вытягиваются теплица очень маленькая два на три не для томатов а для огурцов сама то так что вот зазуля у нас вот такая и здесь тоже пошли и вон пошли вот огурчики они до самых заморозков кстати до самых заморозков мужу надо тут косить опять а вот она вишня которую я вам недавно показывала смотрите вся усыпана это войлочная вишня но ветки у нее посмотрите не выдерживают тоже надо срочно будет отбирать вот она варенье я из нее делаю видите вон все усыпано все она не выдерживает бедненькая вот уже надо будет ее все все отбирать еще она не совсем созрела конечно но отберу которая созрела вот хочу завести потом хорошую вишню черешню я как-то заводила года два назад но по неопытности она у меня вымерзла и укрывать надо она у нас вымерзла молодое дерево пока нужно будет укрывать пока не укоренится хорошо так но это вот хочу вам показать виноград обычный виноград наш местный приморский черный но завязи он есть это мне вот видите подруга давала давным-давно вот завязей сколько много он тоже такой вкусненький весь правда в завязях я с ним ничего не делаю просто кушаю вот ну а когда я его слишком много как-то компот делала тоже хорошо но его я тоже укрываю закапываю он как-то вымерз у нас и потом отводками мне пришлось его заново разводить вот вам пожалуйста вроде виноград неприхотливый да не сортовой а я его оставила в зиму а он у меня вымерз и теперь я вот его этот кустик сохранила и землей прикапываю сверху хорошо потому что тоже вымерзает у нас все вымерзает климат такой у нас море рядом ветра влажность высокая поэтому нам надо все укрывать я уже вам постоянно говорю периодически ну и повторяю для тех кто только что пришел на мой канал подписался так что вот мой хороший все потихонечку растет вот так вот он у меня выглядит вот так вот выглядит на опоре опору я такую вот ему в том году мне муж сделал вот весной так вот выглядит ну и заодно покажу вам грушу мои хорошие вы ее видели когда она еще цвела а это вот смотрите она вся 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 в груши вся у нее груша я вам говорила как-то показывала дегустировала да и в том году говорила эта груша мед как дыня как дыня она очень очень сладкая мягкая вот кто у меня ее пробовал все прям под впечатлением она вся усыпана сорт к сожалению я не могу сказать мы ее покупали давно в питомнике в другом городе мужчина говорил но я не запомнила и на тот момент как бы я канал свой не вела еще не была блогером так что вот вот такая вот грушка видите какая вся вся усыпана вот вся все дерево все видите даже на веточке по несколько груш она не мелкая крупная крупная груша но я вам потом в процессе все буду показывать сделать вот она вся вся усыпана друзья вся вот она вот вся вон веточки видите это все потом будет все будет потом свисать друзья от тяжести даже не знаю что наверное надо будет подпорки делать чтобы она хоть не сломалась жалко будет вот я и так ее там в серединке он видите у нее раздвоение идет ствола я ее вон слегка связала веревкой весной еще потому что у нас ветра сильные дожди чтобы не дай бог не сломать ствол у меня у соседа такая операция была уже вот и поэтому я подстраховалась но я слежу чтоб туго дереву не было если как начинает туго я отрезаю и другую веревочку делаю чтобы не дай бог дерево не поранить и чтобы веревка не впилась в дерево это очень важно вот ну вот друзья я помыла наш крыжовник очистила перебрала его да посмотрите какой он крупный его он похож на арбуз вот если присмотреться вот видите он похож на арбуз он такой сладкий вообще вот видите какой крупный крыжовник он не зреет он немножко краснеет вот чуть-чуть одна сторона у него краснеет вот пятнышки такие и все а так он зелененький получается вот сейчас я его сахаром пересыплю ночь он у меня постоит сок даст потом его блендером пей перейти перетру и поставлю на огонь буду варить буду делать варенье на килограмм крыжовника полтора килограмма сахара я добавляю потому что это сладкий крыжовник вот такой крупненький друзья вот такой крупненький смотрите какой крупненький хорошенький крыжу вообще смотрите какой смотреть крупненький смотрите обалденный крыжовник